Я не знаю, никогда не было таких особо больших укреплений. Единственный раз, когда в жизни я видел тюрьму и стены Саратовского СИЗО, вот они были, мне кажется, меньшей высоты, чем вот эти вот стены. Вот это вот, здесь, наверное, на этой вышке стоят солдаты и смотрят, что здесь происходит. И да, это такое странное ощущение. У меня все время возникает такое, мы здесь хозяева на этой земле или нет? Понятно совершенно. Если мы хозяева на этой земле, то почему, так сказать, мы должны вот такими стенами прикрываться? А если мы не хозяева, тогда, так сказать, не знаю, не знаю, наверное, мы хозяева, но уже не сейчас. Так, наверное, мы считаем. Еще не сейчас, да? Всевышний нам показывает, что если бы вы были полноправными владельцами этой земли сейчас, если бы вы соблюдали то, что я вам сказал, тогда я вам обещаю эту землю, наверное, нам не нужно было бы ставить эти стены, чтобы сюда зайти. Говорят, что сегодня какая-то женщина, член парламента Гнессета, пыталась пройти на храмовую гору. И там на нее напали арабские женщины с криками, ну, что Всевышний Велик на арабском языке. Вот, как бы, с полицией она туда смогла пройти. Зачем она туда пошла? Она сказала, что может быть туда идти. Если, когда ей кричат, говорят, что Всевышний Велик, может быть, действительно надо услышать, может быть, Всевышний с нами так и разговаривает. Рабельхон Анвасовна так и говорит, что Всевышний разговаривает с еврейским народом иногда или часто языком его ненавистников. Может быть, стоит прислушаться.